Они отчаянно взывают о помощи и не теряют надежды. Родные друзья украинской туристки Марины Бураковой, которая пропала в Мексике в конце прошлого года, просят активизировать поиски. Сегодня они пришли к посольству Мексики в Киеве с просьбой о содействии. А в украинском медиа уверяют, все под контролем. О трагическом путешествии и его последствиях Елена Механик. Они неуверенно разворачивают самодельные транспаранты и с трудом вгоняют колья в обледеневший газон возле посольства Мексики в Киеве. Это их первый в жизни пикет. На такой шаг решились от отчаяния. Прийти сюда их заставила неизвестность. Самые близкие люди Марины Бураковой, пропавшие в Мексике, уже больше месяца теряются в догадках, что с девушкой. И боятся, что украинскую туристку в Мексике никто не ищет. Казалось, это всего лишь очередная турпоездка. Марина с мужем Сашей поддались всеобщему ажиотажу и отправились на родину Майя встречать конец света. Переполнявшими впечатлениями делилась с подружками по скайпу. Очень позитивные впечатления были. То есть ничего не предвещало такой трагедии. На этом видео Марина вместе с друзьями. Они запомнили ее такой и не хотят верить, что с девушкой могло случиться самое страшное. Даже несмотря на то, что мужа ее зверски убили. Его тело со множественными ножевыми ранениями нашли в штате Юкатан. Прямо возле арендованного авто, на котором путешествовали супруги. Я уверена, что она жива, потому что нет останков. Если бы их убивали вдвоем, ее бы убили тоже. Потому что она как бы свидетель убийства. Если Марина жива, нельзя терять ни минуты, решили друзья и стали теребить все ведомства, которые могут влиять на ход расследования. Но столкнулись с проволочками. До сих пор не проведена экспертиза ДНК найденного тела. Хотя особые приметы, говорят родственники, развеяли все сомнения. Убитый и есть муж Марины. Конечно, шокирует реакция Украины, властей. Я считаю, что делается вид, что ведется какое-то расследование. На самом деле, ни у кого просто отписывается бумагами, отговаривается. На самом деле, никаких действий конкретных, я думаю, не предпринимается. Я только могу просить. Просить о том, чтобы помогли. Чтобы распространилось дальше, как-то пошло смерть. Крик души близких Марины в посольстве Мексики услышали. Но пока только взяли на заметку. Хотелось бы сегодня поговорить, если можно, но хотя бы на 5 месяцев. Мы сейчас попробуем связаться с посолом. Консул однозначно нет, потому что повторю, он болеет. А что касается посла, попробуем сейчас не связаться с телефоном. 5-10 минут, не больше. Лишь последние новости от украинского МИДа немного усешили маму Марины. Там сообщили, объявлен розыск по всей Мексике. Усилен контроль на границах и в аэропортах. 8 марта ей будет уже 26. Я ожидаю, что она вернется к своему дню рождения. Елена Механик, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер.